Сегодня мы будем говорить, напомним нам про имам Малик, Малик бин Анас. Если смотреть по истории, первый мадхаб был Абу Ханифа, после него был имам Малик, после него был имам Шафи'и, после него был имам четвертый Ахмад бин Хамбал. Имам Малик, его звали Абу Абдуллах Кунья, то есть так же, как и имам Ахмада бин Хамбал, он тоже был Абу Абдуллах, отец Абдуллы, то есть старшего сына звали Абдуллах. Родился в 93 году по хиджри, умер в 179 году по хиджри. То есть по нашему календарю в 711 году родился, в 795 году умер. Он являлся фақи́хом, то есть ученым в области фикха, мухаддисом, хадисоведом. Второй из имамов мадхаба, после Абу Ханифы, Ахли Сунна Вальджамаа, основатель Маликитского мадхаба. Был известен своими знаниями, глубокими знаниями и отличался он еще от других имамов, то что у него была очень сильная память. Дальше мы поймем это. Очень хорошо запоминал хадисы, очень много знал хадисов и очень твердо крепко знал хадисы, не забывал их. Также отличился он своим терпением, очень был терпеливым человеком, очень был умным человеком. Также он очень был авторитетным, у него была вот эта хейба, авторитет такой был. Был спокойным. Очень многие ученые, которые сказали про него хорошо, дали ему характеристику, из них имам Шафи́ сказал, Если вспомнить ученых, то из всех ученых имам Малик он звезда. Звезда ученых. И имам Малик он также является аргументом Всевышнего Аллаха на этой земле после таби́инов, после тех людей, которые видели, жили вместе с сахабами. Также у него есть известная книга Аль-Муватта. Это одна из первых книг и одна из известных книг в области хадисов. Даже имам Шафи́я сказал, То есть после книги Аллаха, после Курана, более достоверная книга, это книга Муватта имама Малика. Имам Аль-Бухари, в своей книге Сахи́х, приводит, есть сельсалят захаби́я, золотая цепочка. То есть, когда передается хадис, такой-то слышал от такого-то, слышал от такого-то, слышал от пророка. И вот эта вот золотая цепочка у имама Бухари, это Малик он нафи́я, он ибн Умар. Малик от нафи́я, от ибн Умара. И от пророка Мухаммада, саллаху аль-Мухаммада. Это является самой достоверной цепочкой у имама Бухари. Имам Абу́дауд, у которого есть книга Сунан Аби́дауд, он приводит три самые достоверные цепочки хадисов. Первое. Малик он нафи́я, он ибн Умар. Второе. Малик он зухри́я, он салли́м, он аби́и. Третье. Малик он аби́я, он зэна́ди, он ил-а́рдж, он аби́гурейра. То есть, во всех трёх цепочках присутствует Малик. Малик от этого, Малик от этого, Малик от этого, Малик от этого. То есть, самые достоверные хадисы приводятся от Малик бин Анаса.